ребята всем привет сегодня будет долгожданное продолжение рассказа о моих муравьях вампирах покажу какую изначально семью я забрал как делал для них формикарий заселял их туда и с какими трудностями столкнулся я давно мечтал завести муравьев вампиров и это случилось общую информацию об этом виде вы можете посмотреть в предыдущем ролике приобрел я эту семью в пробирке она была крупная и многочисленная при малейшем свете муравьи сбивались плотный клубок и как настоящие вампиры таким образом прятались после прибытия домой я сразу их покормил придавленным тараканом первыми нашли еду два муравья и достаточно осторожно подобрались к жертве так как таракан был обездвижен применять жало не пришлось но как только они распробовали предложенную еду остальная семья прям очень сильно активизировалась и понеслась галопом к столу тихони которые выглядели очень медленными кардинально изменились видно было что семья из голодала и жаждала еды жаждала крови это швампиры а пока муравьи ели я приступил к оформлению арены для них для этого я взял малую самосборную арену для ее оформления я нашел своих старых запасах самые корявые коряги они отлично впишутся вампирскую обстановку наиболее подходящую поместил внутрь арены и она легла туда как влитая немного подрезал и хорошенько промыл ее коряга должна лежать так чтобы из-под нее вылезали вампирята на поиски новой жертвы даже лео такая идея очень понравилась и он одобрительно лег возле арены далее я решил использовать свою старую методику украшения арен основу составляет затирочная смесь в которую до застывания помещаются необходимой декорации а также насыпается песок и камни смесь замешана и вылита на арену но вначале я вставлю ватку входную трубку чтобы ее после застывания можно было убрать и там остался проход и вот на арену помещаю основную корягу которую дополняю небольшими элементами получилось вот так теперь устанавливаю пластиковые растения и камни использовать буду серый камень разных размеров также добавляю немного желтых камней и все оставшееся свободное пространство засыпаю песком в таком виде оставляю все на просушку и на этом этапе вынимаю ватку чтобы она капитально не застыла в смеси и не оставила повсюду свой ворс а тем временем дракула анс демонстрировали отличный аппетит ежедневно съедали туркменского таркана среднего размера и складывали на выходе остатки которые для недопущения появления клещей лучше почаще убирать салфеткой которая лежала внутри это сделать не так уж и просто с менее придавленными тараканами муравьи особо не церемонились и пускали в ход свое острое жало и парализующий яд такие неуклюжие и так яростно бросались на жертву и согнувшись пополам умело ее жалили и кстати в этой битве я увидел не только шикарную охоту этих ребят но и нечто интересное убегая на охоту вампиры открыли обзор к самому ценному сокровищу своим личинкам они у них есть и в целом их немало как вы понимаете вампиры режет своих личинок и пьют их кровь это особый способ выживать при отсутствии другой пищи но опять же повторюсь что крови пьют столько сколько не нанесет критический урон личинкам и они после всех издевательств сплетут кокон и превратятся в муравьев и ребята как обычно не обошлось без эксцессов я дал вампирам более крупного таракана так как других в тот момент у меня не было они добросовестно затащили его в свой вампирский клубок и судя по всему он там остался и испортился его не успели съесть и вынести подальше от семьи как мне кажется это и привело колоссальной вспышке клещей и как следствие гибели нескольких рабочих зрелище печальное и неумолимое сердце обливается кровью вампирят срочно нужно спасать и в ускоренном режиме я подключил азию к арене и приступил переезду изначально я думал подключить пробирку к формикарию чтобы дракулы смогли сами перебраться в более комфортное жилище но теперь ситуация другая времени нет да и подобный способ приведет к тому что все гадкие клещи переедут в новый дом еще быстрее муравьев поэтому вампирят будем вытрясать на арену как оказалось сделать это не так уж и просто их вампирские когти вцепились в салфетку пришлось вытащить салфетку вместе с семьей клещами и всем остальным поэтому требовалось чтобы муравьи как можно быстрее переселились из этой салфетки в новое гнездо формикария азия потому что на салфетке был тихий ужас в целом вампирятам не нравился яркий свет и они были вынуждены забраться под корягу что позволило быстро достать и убрать салфетку дракулы начали изучать все предоставленное пространство искать любые варианты для дальнейшего размещения чтобы помочь им найти заветное гнездо я накрыл его и затемнил это сработало моментально и уже в течение минут 30 семья перебралась гнездо им явно тут нравилось но все равно от яркого света они собирались клубок внутри которого находились личинки первую камеру притащили песок и заложили им проход ко второму модулю по традиции переезда муравьев сразу кормим и вначале я давал им еду прямо на арену но потом более удобным способом мне показалось закидывать им тараканов прям в гнездо с первых дней появилось не очень хорошее поведение вампиров немножко они какие-то свинюшки оказались придумали складывать остатки тараканов в первой камере что неминуемо приводило к разведению клещей хотя и в последнее время по мере развития и увеличение семьи они немножко почистили свой мусор из первой камеры что же касается их вампирских пристрастий я достаточно много времени наблюдая за ними и прям явного применения ими своих вампирских наклонности я не видел да что-то они там копошились личинками но это больше было похоже на обычную заботу нянек за своим расплодом да и с таким ежедневным кормлением можно ли будет увидеть вампирский обряд пока под вопросом хотя на одном из видео на личинке видны какие-то темные точки в основном задней стороны как какие-то раны и кровоподтеки но утверждать не буду возле входа смекалистые кровососы сделали ступеньки чтобы было легче забираться в трубу и спускаться по ней ведь несмотря на свои просто фантастические когти они абсолютно не передвигаются по вертикальным поверхностям да и проход в трубке они капитально сузили также заложив ее песком а время шло и муравьи все ели и ели каждый день они получали таркана среднего размера а то и 2 нельзя было и не обратить внимание на то что муравьев появились целые пакеты новых яиц которые со временем перешли на стадию личинок а личинки у них крайне самостоятельные и активные их всегда подносили к заброшенным внутрь тараканам и они уже действительно как вампиры вгрызались в него своими ротовыми аппаратами и поедали их до самого хитина за почти месяц проживания в азии муравьи заметно прибавили в плане наличия личинок их действительно стала целая куча от самых маленьких до уже приличных в размерах и готовых плести кокон у меня даже за чесались руки открытием новый модуль но пока я держусь свою мусорку внутри гнезда они такие почистили хотя тоже сильно не утруждались вынесли отходы и выкинули их прямо рядом со входом то ли дело другие семьи муравьев выбрасывают мусор в самые дальние углы на арене подальше отхода а вампирам все нипочем вурдалаки какие-то лентяя оказались кормлю я их также через вход в гнездо и иногда даю полупридавленного таракана на арену чтобы муравьи совсем не разленились а смогли вспомнить свои охотничьи инстинкты если вы знаете к сожалению эту семью мне пришлось продать так как я поехал путешествовать и перевозить через границу кучу вещей да еще и муравьев это еще тот геморрой семьи этой у меня больше нет но это не значит что канал засыпает на нем по-прежнему будут выходить видео самое ближайшее время я займусь созданием ролика про самый большой сложный и одновременно интересный проект таинственный остров наконец-то вы узнаете о нем и увидите что произошло с муравьями которые жили на коряге сверху ну а на сегодня все не забывайте подписаться на канал нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео всем спасибо и всем пока